Друзья, всем привет, мы с вами продолжаем играть в Аркс Турвавл и продолжаем разбираться с модификацией Прометей. Я прилетел сюда, чтобы протестировать одну штуку вот на этих дракончиках, прилетел именно сюда, потому что мне здесь кажется легче всего это все провернуть. Так вот, у меня с собой есть, они не агрессивные, у меня с собой есть один фундамент, у меня есть турелька, у меня есть наногенератор. Он не должен быть агрессивным, вроде нет. Так вот, я хотел установить сейчас это все из Прометея, естественно, и они в Прометея стоят, если не ошибаюсь, в два раза дешевле, чем стандартные. Вроде как сильнее должно быть, я еще не тестировал. Я хотел поставить один фундамент, врубить генератор и протестировать, может ли турелька наносить ему урон, потому что если может, так я таких турелек штук 20 поставлю, подманю дракона под турель, и пускай они его расстреливают, а таким образом получу. Здесь у нас также с вами заспаунился, смотрите, это если не ошибаюсь, Watchmen, Watchmen это, как они называются, смотрители. Но после убийства Watchmen, по идее, должен появиться более сильный как раз босс. То есть вот это существо у нас с вами имеет всего 384 тысячи здоровья, и нам с него, секунду. Это Додо Виверна. Секунду. Да ладно. Черт! Спокуха, спокуха. Здесь заспаунилась Додо Виверна, первый раз за долгое время. Камон! Это шикарно. Сколько у тебя, сколько у тебя? 83 тысячи здоровья. У меня сейчас что есть? У меня есть только вот такой меч, чтобы по ней можно было пробить разика 3, да? Мне кажется, еще один Аркентавис. То есть, видимо, их сейчас... Ну, я просто здесь уже не первый раз сегодня пролетаю, я приручал сегодня драконов, потому что у меня есть второй вариант. Я хотел сказать, у меня есть два варианта, как справиться с этими драконами. Приручить большое количество своих драконов, попытаться кинуть на них, и самому тоже там отлетать, подлетать, чтобы они переагривались с меня на них. Может быть, мне это даст какой-то шанс там отлечиваться и наносить им хороший урон. И второй вариант это турелька. Ну, или совместить и то, и другое. Кстати, здесь также у нас с вами трицератопс. Надеюсь, если он тоже сейчас высокоуровневый. Сто сорок пятый. Просто подстава какая-то, блин. Она с вами нужна... А у меня нету телепорта? Я не могу здесь телепорт установить. Телепорта у меня нету, я их не крафтил на самом деле. Это досадно. И стрел вот для этого лука у меня тоже с собой нету. Есть шанс... Сколько здесь сейчас? Прочность? Прочность одна единица. То есть, блин, у меня нету ядовитого дракона. У меня ничего нету, потому что ядовитого дракона я в прошлом выпуске превратил в дракона обычного. Точнее, не обычного, а силового. Так, ладно, хорошо. Нужно лететь домой. Нужно делать, наверное, стрелы, которые моментально будут усыплять. Давайте я сейчас быстренько это сделаю. Которые будут усыплять с одного выстрела и приручать этих ребяток. Вот это я удачно заглянул. Но самое главное по ней не промазать. Она же агрессивная, по идее, да? Да, она агрессивная. Попал. Пошла на посадку. Там птычка. Я не знаю, птычка агрессивная или нет. Надеюсь, что нет. Здесь только марилатопс. Все хорошо. У нас с вами есть... У меня, точнее, с собой есть зелье, чтобы скинуть ей быстренько еду. И не тратить меч. Быстро прожимаем это. Делаем. Закладываем сюда это. По 39%. Нормально. А еще у меня с собой на тебя седлышко есть. Ну-ка, секундочку. Где оно у меня там? Где-то было седло. Че? Подожди. Это легендарное седло на Додорекса. Это не то. Я на Додорексе верно не взял? Ну-ка, давай-ка напишем Д. Я не взял на тебя седло? Ну ладно. Пока что тогда просто летишь домой. Мы тобой потом займемся. Все-таки. Я хотел ты стануть. Я не знаю. Выживет у меня мой грифон или нет? Я хотел ты стануть эту фишку как раз с турелькой. Потому что это прям очень важно. Мы, наверное, знаешь, как с тобой сделаем? Вот это уберем. Дальше мы с тобой, секундочку, поставим арбалет. Я вижу дракона. Арбалет. А патроны... В смысле патроны. Стрелы. Стрела только одна. Может быть в грифоне что-то завалялось? В грифоне еще одна. Хорошо. Смотри, как хорошо села. Просто идеально. Сейчас музыка пойдет. Ну ладно, не страшно. Он куда-то полетел, зараза. Ну-ка. И это пошло сюда. Генератор. Генератор вроде можно просто на землю влепить. Да, генератор пошел сюда. А турельку, вот если не ошибаюсь, нужно ставить исключительно на фундамент. Нет, ее тоже можно было на землю поставить. Ну да ладно, плевать. Итак, теперь мы с вами закидываем... В тебя же нужно положить газолин. А, элемент или газолин. Хорошо. Вот, пожалуйста, элемент. Пошла запиточка. Запитана. Сейчас сюда забраться теперь не могу из-за этого дела. Включить. Угу. Включили. А, положите элемент еще и сюда, чтобы он мог стрелять. Ладно, договорились. И нам нужно выбрать цель. Расстояние высокое. Вот тут босс. Расстояние высокое. Ну давайте, не знаю, протестируем на ком-нибудь. На ком это можно было бы протестировать? Я просто хочу кого-нибудь сагрить и подтащить в турельки, чтобы она выстрелила. Додорекс, подойдет вот этот вот френдли Додорекс? Надеюсь, мы его не убьем сейчас. Давай за мной, погнали. Бягом сюда. О, во-во-во-во-во. Вот это хорошо. Турель, работай. Турель. Недрен батон. Она не работает. Какого черта? Турель, работай. Смотри, что творится. Она не работает, гадина. Полицей наверх. Там, кстати, этот самый какого-то райк. Мы их сейчас можем просто отсюда скинуть, по большому счету. А почему она не работает? Я что-то не так включил? Секунду. Секунду. Подожди. Я что-то не так включил? Выключить запитано только выживший радиус без предупреждений. И в чем проблема? Все цели. Только выжившие. Стоп. А, черт. Подожди. Стоп. Пассивка. Блин, пассивка. Пассивка. Подожди, подожди, подожди. Это тот самый Трицератопс. Не нужно его бить. Не нужно его бить. Подожди. Это тот самый Трицератопс. Я его хотел приручить. Пожалуйста. Ну. Фу. Пассивка. Это тот самый Трицератопс? Это не тот самый Трицератопс. Я просто так потратил стрелу. Досадно. Но зато мы с вами протестировали, и она работает. А где тот самый Трицератопс? Давайте, наверное, найдем того самого Трицератопса, чтобы больше такого у нас не повторялось. Секундочку. Там у нас с вами еще один Терезинозавр. Вот тот самый Трицератопс. Все хорошо. Ну вот, стрелу просто так потратил. Ну-ка. Кстати, урон был 3000. Неплохо. Мне прям понравился. Хороший урон. Правда, по боссу будет очень маленький, я думаю. Так. И сколько же мне таких турелек понадобится поставить? Мне интересно. Держи тебе вот это. Держи тебе вот это. Больше нужно, да? А, подожди. Подожди, не теряй эффективность. Раз, два. Нормально, 100%. Появляется у нас с вами наконец-то Трицератопс. Спустя половину выживания, можно сказать. Летишь домой. А мы с вами возвращаемся к турельке. У нас осталось две стрелы. Но самое главное, что мы с вами приручили Тодовию Верну. Приручили Трицератопса. Осталось только протестировать, что там с боссом. Осталось протестировать вот эту фигню. Ну ладно, давай. Сейчас сразу врубаем все цели. Задержки без задержки, дружище. Без задержки все цели. Воу, воу, воу. Тушканчик это за что? Сколько в тебя еще положить? 184. До этого пока хватит, ладно. Ну что, рискнем здоровьем. Пойдем, попытаемся подманить сюда босса. Где он? Вон у нас с вами босс. Фишка в том, что он не очень быстро летает. Не попал. Попал! Попал! Быстро, не быстро, а мне хватит. Сюда лети. Воу, 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 воу. Турелька работает по нему. Только мажет много. Турельки два удара, по 72 тысячи и хана. Понял тебя. В этом проблема. Но она по нему работает. Сколько у меня таких турелек нужно? Как думаете? Сколько у него здоровья было? Миллион с чем-то. 10 турелек за один выстрел нанесут 30 тысяч урона. Нам сейчас с вами нужно будет вернуться и забрать оттуда элемент. Я про это забыл. Элемента у нас с вами дофига. Полимеров тоже дофига. Металла тоже миллион. Ну и ладно, не миллион. Но тысяч 20 я наберу. Хорошо. Здесь что у нас происходит? Все? Успокоился? Успокоился. Нормально. Давайте заберем сейчас отсюда элемент. Заберем отсюда генератор. В этом проблема, что когда он пере... Не надо этого делать. Подобрать. Подобрать. Так вот, когда он переагривается и... Атакует их, он их снесет буквально с одного удара. То есть он обязательно должен атаковать, например, какого-нибудь моего дракона. Предположим, с большим количеством здоровья. Еще раз, давай вобьем сюда нано. Турелека на самом деле мега дешевая. На нее нужно всего-то 3 элемента. Ну, сами видите. Вон, 100 электроники. Это самое дорогое, что есть. И все остальное, это тоже ерунда. Элементы у нас с вами навалом. Этого всего навалом. Я думаю, просто сколько турелек поставить? Ну, предположим, если я поставлю 20 турелек. Но каждый раз их перетаскивать от босса к боссу. Хорошо, здесь 2 босса. Вот он еще один босс. Давайте сейчас в первую очередь протестируем с вами Додо Виверну. Потому что у нас абсолютно точно на нее седло есть. А потом уже вернемся к ним. Вот у нас с вами седло на Додо Виверну. А это Додо Рекс. Но она слабенькая. Хорошо. Секунду. Давай, призывай. Игра. Игра, пожалуйста, не пугай меня. Когда такие лаги идут, это значит, что она может вот-вот вылететь на самом деле. Так, хорошо. Закидываем в тебя сейчас седло. 354 брони на нем. Здоровье. Ну, нормально. В принципе, неплохо качается. Давай. Протестируем твой урон. И вообще, во что мы тебя можем проэволюционировать в силовую и в скоростную? Ладно, пока еще непонятно, стоит ли вообще это делать. У нее довольно-таки паршивенький радиус разворота. У-у-у. У-у, а ей сложно управлять. Сложно управлять. Правой клавишей мыши. Вот такой вот. Не какой-то выдох. 1430, да? На клавише С. Вот такой выдох. На клавише Х. Это как раз ядовитые шары. Ctrl-O. Ничего не дают. Знаете, почему она не подходит для убийства босса? У нее всего 480 тысяч оглушения. Она очень легко усыпляется. То есть, если я попытаюсь напасть на дракона на ней, то он ее очень быстро усыпит. Это, если не ошибаюсь, на 200 тысяч меньше, чем у дракона. Но выдох, кстати, ну такой неплохой. Это с учетом того, что мы его абсолютно не качали. Может быть, выдох будет довольно-таки сильным. Может быть, дракон будет танковать, а на ней я просто полетаю рядом. Причем, какому-нибудь дракону буду одного про запасы иметь, держать где-нибудь там в стороночке. Как вариант. Но на самом деле, это такой бред, потому что... Я объясню, в чем проблема. Нам же нужно убить не одного дракона. Нам их нужно убить минимум 4. Минимум 4 для того, чтобы сделать себе такого дракона, вот как там летает. И будет он называться Нид Хок, если не ошибаюсь, или что-то типа того. Очень сложно целиться. Очень сложно целиться это раз. Во-вторых, очень редко выплевывает вот этими выстрелами. Прям бешено сложно. На клавише С. Но еще 2 900, да? Давай приземлимся, это если не ошибаюсь. Давай приземлимся, пожалуйста. Ну-ка, тебя сначала спилим. Спилил называется. Хорошо, нет, его забиваем. Ладно, договорились. Вот этот выдох, давай смотреть. Это у нас Альфач. О, секундочку, Альфач. Я же тебе не положил опыт. Опыт резче. Давай, отлично, положили. Полетели наверх. То есть, как видите, Рекс просто зашел мне сейчас в спину. И мне стало больно сразу, моментально. Ой, какая ты неповоротливая. Как же это все. Жестко, она даже не приземлилась там. Хотя я 10 раз нажал пробел. Если ты даже ее провалюционируешь, либо в силовую, либо в скоростную. Но скоростная это будет ничем не лучше. Радиус поворота у них не меняется в этой модификации. То есть, если, например, разработчик модификации Гая у некоторых существ изменял радиус поворота, то здесь он не меняется. Ну, наконец-то, могу в тебя выстрелить. Ааа, затолкнул меня наверх, гад. Во, отлично. Пожалуйста, стреляй. Это вот сейчас все еще перезарядка идет. Перезарядка идет. Пошел выстрел. Но во время перезарядки можно вдохнуть вот таким образом, да? То есть, поджечь. Потом опять выдохнуть, например... Ну, давай. По-прежнему перезарядка. Потом выдохнуть вот так вот. Он убежал, потому что достать меня не может, да? Да, все правильно. Я здесь, дружище. Дружище, я тут. И все же нам нужно тебя забить. Нормально. Альфа-рекса забиваем, наконец-то. Сейчас еще вот объем, все хорошо. Получили зелье молний. Нет. Фух. Ну да, понятно, 100 уровней. Можно прокачать здоровье. Можно прокачать... Ну, видите, то есть плохо качается. Можно прокачать урон. Ну-ка, секундочку, а это будет работать на тебя? Да, будет работать. Смотрите, вы мне в описании сказали, что работало молоко виверно, поэтому не сработала бутылочка. Да, это было очень правильно подмечено. Человек внимательный, молодец. Он запомнил то, что молоко виверно снимает кровотечение, а бутылочка, это работает как кровотечение. Это правильно. Я потому что не обратил внимания. Так вот. Соответственно, нам нужно большое количество здоровья, большое количество оглушения. И просто-напросто не будет этого хватать. То есть вот сейчас мы с вами прокачали ей сколько получается? 360 тысяч. Мы прокачали половину всех уровней, которые есть. Ну, примерно половину. Урон стал. 10 тысяч. С укуса. С выдоха. Давай посмотрим. Ну... Не, ну вы сами все понимаете. Если не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, вот этот выдох на правой клавише мыши, он должен усыплять. Мы можем сейчас дыхнуть бронтозавра. Дыхнул называется. Он был очень просто маленький. Ну, вон, я не знаю, как раз птерчик. Давай попытаемся сейчас чуть-чуть от него отдыхнуть. И быстро уводим в сторону. Нам просто нужно проверить, усыпляет ли выдох. Нет, оглушения нету, кстати. Странно. Ну-ка. А ядовитыми выдохами ты фиг попадешь, на самом деле. От этой виверны сейчас ноль пользы. Она... Ну, просто она очень неповоротлива. Именно из-за этого от нее никакого толка нету. Но, на самом деле, драконов еще нужно прокачивать, потому что я их приручить-то приручил, а вот прокачкой я, на самом деле, не занимался. Так что нужно будет заниматься еще вот этим. А Ютиранос у нас с вами еще и яйца откладывает. Вот это забавно. Ну что ж, у меня это все заняло где-то вечер, ночь. У меня еще драконы там просто раскачаны. И все в утро. Сейчас, получается, пол третьего дня. Я вот только закончил. Это где-то вот с 15 минуты, если не ошибаюсь, начиная видео, потому что я уже часть видео смонтировал. Вот я начал заниматься вот этим. Вот это ерундой. Понятно. В общем, жесть. Это первый-последний раз, когда я этим занимаюсь. Дальше либо я это буду спаунить, чтобы просто протестировать. Либо я даже не знаю. Здесь у нас с вами как раз летает дракон. 712 тысяч здоровья. У нас сейчас там, если не ошибаюсь, то ли 36, то ли 37 турелек. Ну ладно, не суть важно. Соответственно, я даже не буду считать, я не буду заморачиваться. Давайте я сейчас быстренько призову сюда дракончиков. Дракончиков поставлю в агрессию, чтобы они, как только появится Осирис, или атакует мою цель, что-то типа того, чтобы они его бросились атаковать, а турельки стреляли по ним. Проблема в том, что если что-то перед выстрелом встает, например, дракончик, да, то, естественно, попадет это в своего дракона, но ему урон не причинится, правда, и не попадет в Осириса. И следующий момент. Вы в прошлом выпуске видели, насколько быстро он снес турельку. Буквально за один плевок. Так что есть вариант, что он просто переагрится, прилетит на это поле, снесет все это дело. Будем смотреть. Сейчас будем проверять, что происходит. У меня есть сейчас, получается, 5 драконов вместе с драконом Флейм, или 6 драконов вместе с ним. Сейчас посмотрим. У нас с вами есть... Где он, мой Флейм Дракон? Вот, нет, секундочку. Вот, Флейм Дрэгон. Вот он. Он полностью раскачан. 195 тысяч здоровья. У нас с вами есть промсоберпоушен. У нас с вами есть хилки 6 штук. Этого маловато, конечно. Так, все хорошо. И у меня есть еще, естественно, силовые драконы. Я их сейчас тоже сюда призываю. У нас с вами, получается, да, 5 драконов. Какие-то были 140-вые, какой-то 145-ый. Один 150-ый, если не ошибаюсь. Сейчас Грифона мы с вами отсюда убираем. Наверное, сядем на Флейм Дракона. Грифончик нужно отсюда убирать обязательно. Иначе, если мы его потеряем, это будет очень обидно. Это единственное быстрое существо, которое у нас с вами осталось летающее. Фу. Ну что, надеюсь, что все выйдет. Давайте сейчас сядем быстренько на этого дракона. Мне нужно, чтобы вся схватка была здесь. Чтобы она не уходила никуда в другую сторону. Ну, давай. Подлетай. Зараза. Вот так вот. Попал. Драконы. Дракон был убит. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ну же, давай. Да, Сирис был повержен. Сейчас дракон так сгорит. Давай, лечись, лечись. Один. Мой дракон был убит. Я не знаю, они вообще помогали или нет. Сложно сказать. Очень сложно сказать. Чего по турелькам у меня? Он хоть какую-то турельку снес или нет? Вроде все на месте. Есть вариант притащить больше турелек. Вот он, его трупик, да? Да, вот его трупик. Есть вариант притащить больше турелек. Я думаю, что это будет правильное решение. Потому что турельки делать гораздо проще, чем приручать драконов. Ну, прям реально. С турельками заниматься гораздо-гораздо проще. Сейчас летаю домой и попытаюсь увеличить это поле турелей. У них по 500 тысяч здоровья, как вы видите у всех. Это, естественно, турели из модификации Приметей. Они красятся очень просто. Я показывал в прошлом выпуске. Там буквально 100 электроники, 100 полимера. По кому ты там стреляешь? Шелкопряду. Ладно, хорошо. Все, сейчас быстро лечу домой. Делаю еще турелек. Наверное, штучек 20 еще сделаю. Попытаюсь расширить поле. Возвращаюсь сюда и попытаемся подманить сюда еще одного дракона. Я, честно говоря, думал, что он драконов будет не убивать, а усыплять. Потому что, ну, на самом деле у них довольно-таки много здоровья. То есть, при этом гораздо легче их усыпить. Потому что он усыпляет там буквально в 3-4 удара. Но эта зараза на самом деле их просто-напросто убила. Точнее, одного из них. Здесь у нас с вами еще один дракон. И вот там вот должен быть третий. А вот с четвертым пока что не знаю, что делать. Повезет найти? Или повезет, чтобы он здесь заспавнился? Значит, повезет. Нет, значит, нет. Значит, будем что-то придумывать. Но переносить турели я не буду. Я, наверное, просто, ну, как сказать, попытаюсь его сюда притащить, например, на... Полетели. Попытаюсь притащить его сюда на Грифоне, например. Летим, 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 летим. Нормально. Живем. Живем, 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 живем. Еще один дракон умер. Летим в ту сторону. Тихо, спокойно. Здоровье, здоровье, здоровье. Ну же! Немножко я не успел там прожать. Я могу, в принципе, Додови Верну для этого еще использовать. Ничего страшного. Мне главное, чтобы турельки по нему гасили. А я буду на Додови Верне. И вот в чем вопрос, сколько у него оставалось здоровья. Но я понимаю, что люди, когда пишут в комментариях, не всегда пишут правду. То есть, ну, как они там забивали весело драконов и прочее-прочее. Я все это прекрасно понимаю. То, что можно придумать все, что угодно. То есть, мы сейчас с вами увидели, что на самом деле повер-драконы, они же пытаются по большому счету кусать. И не каждый раз они выдыхают на дракона этого. Естественно, у этого дракона очень большой урон. Естественно, он очень хорошо усыпляет. Они его должны были завалить. Да, они его завалили. Отлично. Но, как видите, он вырубил половину турелей. Он вырубил половину турелей. То есть, блин. Это, в принципе, возможно, но нужно более серьезное, более сильное существо. Давай я с тебя все заберу, пожалуйста. Нужно к тебе как-нибудь подойти. Да, господи, давай съедим вот тушку дурацкую. Есть, отлично. Так вот. Соответственно, при помощи прирученных драконов... Прикольно. На обычную эту дуушку. Так вот, при помощи обычных прирученных драконов убить его невозможно. Потому что я не знаю, сколько для этого нужно драконов. Практически невозможно. Они будут летать кругами. Они будут умирать буквально в несколько укусов. И толком не наносить ему никакого урона. Это раз. Во-вторых, они будут пытаться его в основном кусать. Изредка делая выдохи. Это тоже очень большая проблема. Потому что на него работают только выдохи. Естественно, я прекрасно понимал, что это невозможно. Перед тем, как записывать выпуск, я просто решил показать, записать выпуск. Показать, что это невозможно. Просто наглядно это объяснить. Потому что это даже логически понятно, как работают драконы. Так что, сколько он мне вообще турелек-то вынес? Ну так, сейчас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать турелек он вынес. Ну, в принципе, не страшно. И по элементу чего? Сорок семь. У меня было заложено где-то по семьдесят пять элементов в каждую турель. Ладно, нормально. Это я сейчас восстановлю. То есть нам с вами нужно забить еще двоих драконов. Но. Вот этот метод, это хороший метод. Это замечательный метод. То есть, как бы, вот при помощи турелек. Но, сами понимаете, вот так вот его кайтить, его нужно катить на чем-то очень серьезном, чтобы он это что-то серьезное не мог толком убить. Естественно, на грифоне это сделать невозможно, потому что грифон не переживет и двух плевков. Есть, конечно, вариант потаскать его на грифоне из самого, из самой модификации Прометей. Просто прокачать его в скорость, чтобы он меня не мог догнать. Но, правда, если ты его не будешь бить, то он переагривается на турели и начинает атаковать турели. Ну, такое, скорее всего, и произойдет. У нас с вами, вот здесь в магазине, продается вот такое вот офигенное зелье. Оно называется Super XP Potion. То есть, супер зелье опыта. Я так понимаю, что оно даст либо полную прокачку, либо прям бешеное количество опыта. И где-то у меня должны были быть бутылочки с опытом. Сейчас только нужно будет их найти. Они просто были не в кармане, они в ком-то лежали. Сейчас, секунду. Ладно, давай сначала за грифоном, а потом все остальное. Аккуратненько прям. Грифончик, пожалуйста, не тупи. Есть, хорош. Приземляемся. Приземляемся. Так, ладно, все, ну тебя нафиг. Ты пока повернешься, полгода пройдет. Быстренько с вами закидываем сюда яд. Есть, хорошо, раз. И закидываем пром-еду, которой почему-то у меня нету. Нет, есть, все хорошо. Грифоны приручили, 600 тысяч оглушений. Нормально, этого нормально на самом деле, этого нам хватит. Так, это я у тебя заберу. Все, это последнее улучшение, которое нам нужно было сделать. 464 брони, замечательно. Дальше, секундочку. Здесь у нас с вами опыт. Бутылочку с опытом, я точнее даже две бутылочки с опытом нашел. Я две бутылки нашел. Ты, где сам-то грифон у меня? А, вот он он, господи, я его не вижу. Стою перед ним и не вижу. В тебя закидываем трекер. Есть. Дальше, тебе давай седло. Апгрейдить мы его ни в силового, ни в какого не будем. Он у нас останется таким, каким есть. Потому что у него, в принципе, должно сейчас очень хорошо качаться здоровье. Так, смотри, что мы с тобой сделаем. Секунду. Ну, давайте, я сейчас просто на улицу призовусь, здесь неудобно. А у меня где-то еще один дракон. Вот этот Ю-Ю-Ю, это дракон. Подожди. Там в конце списка, смотрите. В конце списка. Вот это Ю-Ю-Ю, это дракон. Вон стоит. Вон сиреневое пятнышко. Так, у нас с вами есть дракон про запас пауэр. Отлично, я про него забыл, у меня было больше драконов. Шикарно. Фух. Хорошо, хотя бы еще один дракончик есть. Так, значит, теперь мы в тебя закидываем вот такой опыт, прожимаем. И закидываем вот такой опыт, прожимаем. Ммм, 320 тысяч. Ну, в принципе, неплохо. Абсолютно все равно, какой силы будет удар. Самое главное просто его наносить. Да, мне кажется, вот такой скорости хватит. Урон нормальный, 3000. Кстати, пока опыт работает. Ооо! Вот это я понимаю скорость. Пока опыт работает, давайте слетаем до Виверн. Немножко еще Виверн порубим. Глядишь, может быть, там альфача найдем. Найдем. Кстати, да. По поводу альфачей. Может быть, здесь альфа или цихтиса есть? Нет? А у меня еще есть 40 уровней в запасе. Было бы классно, если бы сейчас здесь заспаунился где-нибудь еще один Асирис. Вот помимо этого. Чтобы у меня и четвертый был. Чтобы больше не было никаких проблем. Попал. Летит? Летит. Летит. Давай! Ну же, добивай его! Есть! Вот она тактика убийства этого дракона. Вот она тактика убийства этого дракона. Вот так вот. Да уйди ты отсюда! Ну, че ты здесь забыл? У меня элемента на вас на всех не хватит. Пошла вон. Зараза. Но он срубил еще турелик. Нужно сейчас еще скрафтить турелик. Еще сюда притащить. И элемент. Но элемент должен скрафтиться, кстати. Потому что элемент у меня сейчас производился при помощи этой установки. С этим все в порядке. У меня там просто еще дополнительная установка сейчас стоит просто на элемент. Которая тоже из модификации Прометей называется. Она так и называется. Промоэлемент Фактори, если не ошибаюсь. Вот она. Смотрите. Промоэлемент Фактори работает на бензине и просто производит элемент. Так что классная штука. Вот. Так. Секундочку. С тебя мы все собираем. Сумка вон. Нам остается добыть одно последнее сердце. Зараза. Забрать все? Жалко, что больше ничего кроме этого нету. Хватит тратить элемент, сволочи! Хватит тратить элемент. Что это такое на выдру? Давайте просто все переложим. Это... Да хватит! Души... Ой, шлепки чертовые! Гребаные Прокоптадона. Они не попасть не могут никак в него. Представляешь? Потому что тут неровность ландшафта мешает. Фууу. Вот это меня порадовало. Вот так вот убить можно. Золотое на славу Туриди Тюраноса. Дальше у нас горилла золотое. Синее... Ой, зеленое это. Ну тут понятно. Это все ерунда. Так. У меня сейчас получается 166 элементов. Нужно будет все подсобрать отсюда. Сделать новых турелек. Одна единичка прям осталась. Жесть. Сделать еще турелек. Принести сюда. Выставить. И попытаться забить еще одного дракона. Фуу. Это классно. Это реально классно. То, что я нашел такую стратегию. Как его можно забивать. То есть быстрый Грифон. Сражаться с ним не нужно. Если он в принципе переагривается на турели. Нужно его один раз долбануть. Потому что он все-таки любит бить животное. А не турельки. Опа. Отлично. Второй раз лечу туда. И второй раз забываю поставить здесь телепорт. Нужно сейчас загрузить оставшийся элемент. Вроде турельки расставил. И вот там как раз еще и босс заспавнился. Просто шикарно. Ну что, сдюжим или нет? Я на самом деле вот все. Вот сейчас мы его убиваем. Получаем четвертое сердце. И на сегодня все. На этот выпуск все. Я уже даже научился в него попадать. Обалдеть. Раз в него стрелял, что научился попадать. Иди сюда. Летит. Летит, не летит. Летит, не летит. Не летит. Сдался. Все, блин. Я слишком далеко. Слишком быстро улетел от него. Зараза. Мимо. Ааа. Он развернулся. Воу. Тихо, тихо, тихо. Давай, давай. Летим, 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 летим. Турели ты где? Вот здесь вот. Летишь? Давай, 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 давай. Я здесь. Подлетай. Пошел процесс. Давай, меня жги. Дрянь, меня жги. Меня, 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 меня. Есть. Я его забаговал. Я его, он просто во мне застрял. Но он срубил половину турели, мне кажется, нет? Много срубил. Но не все. Фу, вот это хороший метод. Он половину турели срубил. Сволочь такая. Ладно, нормально. Самое главное, что это последний босс. Смотри, 13 еще ядер. Мне до этого тоже выпадали. Отлично. Да ладно, хорош стрелять. Все. Я их сейчас всех собираю. Это получается... Секундочку. Четвертое сердце. Да, четвертое осили сердце. Нам нужно было четыре, чтобы сделать нитхога. Нитхог это дракон. И при помощи уже... Хватит стрелять в Галимима. Черт тебя подери. Мне так и хочется свистнуть всем пассивка. Галимим, пошел вон отсюда. Все, сейчас быстро. Все это здесь собираю. Собираю из них весь элемент. И летим домой. Но, честно говоря, нет. Честно говоря, я предлагаю на этом этот сегодняшний выпуск завершить. Я надеюсь, что он вам понравился. Очень много мучений было. Я не знаю, как я его смонтирую. Как я смонтирую концовку. Но самое главное, мы с вами выявили тактику, как убивать босса. А вот там сейчас летает еще один босс. И желательно все это отсюда убирать. Вот прям резко, чтобы на него турельки не согрелись. Потому что вот с ним-то они абсолютно точно не справятся. И мы потеряем с вами оставшиеся турельки. Я просто хочу собрать сейчас весь оставшийся элемент. Если не ошибаюсь, это у нас дракон, да. И в нем там вроде какие-то даже вещи есть. Ну так, ерунда на самом деле. Я-то думал, седло может быть. Нет, седла нету. Так вот, собираем весь элемент. Ух, тут здесь прям 104. Ну вот, по 75 мне было примерно. Собираю элемент. Собираем турели. И валим отсюда нафиг. А делать дракона будем с вами в следующем выпуске. На этом все. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски по этой игре. А даже с другим играм удачи. Друзья, пока. Увидимся в следующем выпуске.